если бы все памятники на земле ожили и стали враждебными какой из них был бы самым смертоносным ужасающим и его было бы сложнее всего победить гигантский памятник чингисхана в монголии у него даже лошадь есть на которой он скачет плюс он очень большой представьте чингисхана и статую христа искупителя сражающихся друг с другом будто они в октагоне где-то явно должна стоять большая статая ганеши то есть будет что-то вроде такого терракотовая армия 8000 солдат 130 колесниц с 520 лошадьми и еще 150 кавалерийских коней они ждали этот момент 2200 лет статуя сфинкса она ведь относительно небольшая статуя единства может хлопнуть ее словно комара 180 метров в высоту хотя я скорее сам выпилюсь чем буду убит гребанным гигантским комаром если я не ошибаюсь в азии дофига охуенно здоровых бут целая армия бут приготовьтесь к просветлению друзья вроде бы есть манга с таким же названием правда она заканчивается нелепым тройничком в метрополисе штат иллинойс есть памятник супермену я не знаю ни одной статуи из криптонита так что с ним будет довольно трудно справиться я там был так то в нескольких кварталах оттуда стоит кусок криптонита но на табличке написано что ученые работали над тем чтобы сделать его безвредным для супермена думаю они пожалеют о том что сделали когда супермен оживет и отправиться всех нас убивать представьте что бразилию уничтожает гигантский иисус христос он бы точно надрал задницу статуи свободы она в три раза выше 106 метров но она при этом сделана из меди и полая а статуя христа искупителя 30 метров из талькового сланца а вот 40 метровая конная статуя чингисхана в монголии сделана из нержавеющей стали и я полагаю он знает толк в битвах но сможет ли он справиться 70 метровый лошаньской статуи гигантского буда из цельного камня я сейчас тупо представляю как головы горы рашмор по факту не могут ничего сделать и просто комментируют все происходящее вашингтон мои соотечественники американцы мы должны укрепить нашу независимость от великобритании мы отправимся через океан и сделаем все чтобы от британии ничего не осталось линкольн джордж британия нас уже давно не волнует нужно идти в ногу со временем мы должны освободить всех рабов сжимает каменный кулак к черту тэдди рабов освобождали в течение нескольких десятилетий нам нужно разрушить монополии сжимает другой каменный кулак на кусочки статуя гандама в натуральную величину в японии в японии кстати также есть несколько годзилл да люди тут в основном говорят об огромных человеческих статуях типа чингисхана но он все равно человек пара истребителей f16 час времени и дело с концом да он может хорошенько потрепать окрестности никаких сомнений но не более а вот гандам срань господня у него ведь есть ракеты это настоящая техника будущего мы будем в полной жопе вот этот памятник в осло норвегия мужик фигачит нескольких детей лол а есть какая-то предыстория или описание к памятнику это одна из нескольких работ одного и того же скульптора исследующего различные аспекты человеческого опыта я никогда не сталкивался с более подробным описанием этого памятника или того какой опыт он должен символизировать кроме как надирание задниц кучки младенцев какой опыт он должен символизировать кроме как надирание задниц кучки младенцев ну по правде нужны ли нам еще какие-нибудь объяснения но почему он это делает голым ок может быть нам все-таки нужно еще какое-то объяснение полагаю это будут драматические причитания о неимении противозачаточных средств о том что вся его одежда ушла на одеяло для детей, которых он не хотел и не ждал. А кульминацией всего стало то, что он продал свой меч и щит, чтобы прокормить их, что в конечном счете привело к нервному срыву. А он в свою очередь напоминает об опасностях бедности по отношению к психическому здоровью. Очень грустная история с трагическим концом. Не, все проще, он голый, потому что так он более аэродинамичен. То, что нужно в борьбе с резвой малышней. 60-метровая скульптура гигантской птицы в Индии. Центр земли Джатаю. Индию бы ебнули все эти статуи, которые они у себя понаставили. Не представляешь, насколько ты попал в точку. 18 плюс собрание скульптур. Статуя единства в Индии. Высоту она 180 метров. Удачи вам в битве с шагающим небоскребом. Причем предполагается, что эта статуя символизирует мир, но автор говорит, что все статуи стали враждебными. Поэтому да, это победитель. Он наконец понял, что единственный способ достичь вечного мира и покоя, это устранить причину всех войн. Людей. Наконец вы поймете Ганди из игры цивилизация. Садовые скульптуры. Представьте огромную злую армию крошечных гномов, скачущих на фламинго. Клаудгейт из Чикаго. У Фасолинки слишком большая мощь. Памятник Джейсону Вурхесу, который находится на дне озера Плезант. Знаете, если бы эта штука ожила, она бы явно вырвалась из цепей. А Джейсон, ну, Джейсон, есть Джейсон. Гаргульи. Я думаю, что гаргульи на самом деле будут сражаться на стороне людей. Они были созданы как хранители, которые должны защищать человечество от зла. Эти абсолютно ужасающие мерзкие отродья. Просто нет, 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 нет. Не знаю, почему, но я дико проржался с этих статуй. У меня 2.48 ночи, а я ору с ползающих статуй с головами-тостерами. В какой момент, черт возьми, моя жизнь пошла не тем путем? Классный вопрос. Я не думаю, что это был бы самый страшный или смертоносный памятник, но первое, о чем я сразу же подумал, это мемориал Линкольна. Я бы хотел тупо посмотреть на то, как Эйп встает со своего кресла. Мне кажется, было бы крипово наблюдать за этим. Смотрел Ночь в музее? Тоже об этом подумал. Вообще, весь этот фильм скорее похож на галлюцинации чела с белой горячкой. Статуя Медузы. Она превратит всех остальных оживших обратно в статуи. Она сделает их только сильнее. Статуя в квадрате. Миниатюрные фигурки ДНД. Это ведь тоже крошечные статуэтки, верно? ХЗ, мне было бы страшно. Целый рой крошечных фэнтезийных монстров, волшебников, рыцарей и так далее захватывает землю. Скульптура Мама. Пиздецки страшная офиговина. Эх, был ведь такой хороший вечер. В целом, за весь день со мной не случилось ничего плохого, а потом вдруг это. Если я правильно помню, вот эта статуя. Испания – одна из немногих стран в мире, где есть статуя дьявола. И эта статуя находится в очень известном центральном парке Мадрида. Если эта статуя еще и четырех всадников найдет, то нам жопа. Изменено. Я забыл добавить самое интересное. Статуя стоит на высоте 666 метров над уровнем моря. Я из Индии. Статуи? У нас так много статуй львов, разных правителей и владык, которым мы выражаем свое почтение. В каждом маленьком городке есть чья-то статуя. Да даже на большинстве перекрестков дорог стоят статуи. В общем, нам придется уничтожить немало памятников. Великая леди свободы придет за вашими сжатыми задницами. Этот чел, пожирающий младенцев. Мемориал Нистового коня. Крупнейший в мире мемориал, посвященный индейскому вождю племени Оглала Нистовому коню. 1840-1877 год. Высеченный из цельной скалы. Находится у Черных холмов штат Южная Дакота, США. Строится с 1948 года. Скульптор Зюлковский умер, не успев довести замысел до конца. Однако Зюлковский оставил после себя подробные эскизы будущего мемориала. Лицо всадника было закончено в 1998 году. Его размер 27 метров. Что значительно превышает по размерам 18-метровый барельеф, посвященный четырем президентам США на горе Рашмар. Гигантская бронзовая статуя Аттилы Гунна в Венгрии. Я думаю, это будет статуя «Родина-мать зовет». Высотой она почти 90 метров. Это памятник советским солдатам и морякам, защищавшим Сталинград во время Второй мировой войны. Сделанный из бетона. С гигантским разъебистым мечом она была бы практически неудержима. Одни только ее характер и дух, вероятно, помогли бы ей одержать победу в любой схватке с любой другой гигантской статуей. В Кракове, Польша, есть статуя дракона. Он дышит огнем. Нужно что-то еще рассказывать. Гигантский каменный польский дракон испепеляет тебя пламенем из пасти. Интересно, откуда он начнет свою первую расправу? Германия. Правильный ответ. Вавельский дракон. Легендарный дракон, якобы живший в пещере, называемый Драконьей ямой у подножия Вавельского холма в Кракове. Согласно наиболее древнему 12 век варианту этой легенды, изложенному Винцентием Кодлубеком, во времена правления короля Крака, легендарного основателя Кракова, по имени которого город получил свое название, в Кракове появилось существо, дракон, называемый Живоглотом. Раз в неделю дракону следовало приносить в жертву корову, если же он не получал ее, то взамен пожирал людей. Чтобы спасти город от чудовища, Крак послал двух своих сыновей, Крака и Леха, убить дракона. Одолеть змея в поединке сыновья не смогли, поэтому они пошли на хитрость. Они набили шкуру коровы серой, и проглотив это чучело, дракон задохнулся. После смерти чудовища, братья поссорились из-за того, кому из них принадлежит победа. Старший брат Лех убил младшего, а возвратившись в замок, сказал, что Крак пал в битве с драконом. Однако тайна брата убийцы была раскрыта, и Леха изгнали из страны. А в честь невинно убитого Крака назвали город. Ян Длугаш в своей хронике победу над драконом приписал самому королю. А брата убийства перенес в то время, когда Крак уже умер. Другая версия легенды 16 век, принадлежавшая Юахиму Бельскому, гласит, что дракона победил сапожник Скуба. Он подбросил монстру тельца, начиненного серой. Дракону, съевшему теленка, начало так жечь в горле, что он выпил пол вислы и лопнул. В Загребе, Хорватия, стоит бронзовый памятник в человеческий рост, который просто невозможно будет уничтожить. На самом деле, он мог бы одновременно сразиться со всеми остальными статуями в этом посте и победить в одиночку. Это памятник Чаку Норрису. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео кидай свой вариант. И не забудь посмотреть наши другие выпуски. Пока. Субтитры подогнал «Симон»